Доброго времени суток, дорогие рыбаки и не только. Сейчас я нахожусь в губе Кольского залива, по названию Ваенга. Здесь по открытой воде заходит селёдочка и её с лодочек ловят на такой снасть, как гирлянда. Но уже два года не могу я попасть на эту рыбалку, всё никак на селёдку не попадаю, поэтому подвернулась возможность выскочить в другое место и половить уже селёдочку со льда, а именно в Печенский залив в районе Ленахамаре. Вот поэтому сегодня у нас 6 число и 7-го мы выдвигаемся с моим другом Александром на такую рыбалку. Сейчас я собираю в гараже необходимые снасти и поехали. Но уже не на открытую воду, а на лёд. Вот такая вот красота, ребят, Кольский залив. Едем ловить селёдочку. Для такой рыбалки вам понадобится немного. Возьмите с собой волокушу, чтобы было удобнее идти до места рыбалки. Гирлянды можно покупные, а можно связать саму, как сделал это я. С обычным люрексом. 6-10 крючков. И удочку. Я взял удочку обычную зимнюю, с такой катушечкой, чтобы удобнее было доставать. Потому что глубина 20-30 метров. И вперед. Итак, отправляемся мы из города в Северомост. Общая протяжённость пути составила 170 километров. Направление движения вы берёте в сторону норвежской границы. А именно, пересекая мост через Кольский залив, поворачиваете направо и двигаетесь прямо, 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 прямо. Перед тем, как двигаться, рекомендую убедиться в том, что погодные условия позволяют. Потому что в случае, если разыграется непогода, метель, дорогу могут перекрыть. Вы можете немного содержаться на рыбалке, как в Периберке. Там тоже бывают такие истории. Так вот, двигаетесь всё время прямо, проезжаете пограничный пост в районе посёлка Титовка. Обычный досмотр документов. А дальше на указатели поворачиваете на льняхамарик. Доезжаете до кольца, на кольце второй съезд. Двигаетесь прямо. В итоге, не доезжая к КПП, через который проехать может только по спецпропускам, вы видите перед собой знак 80 километров, 60 километров. Не доезжая знака 60 километров, ограничение скорости, останавливаетесь, найдя подходящее удобное место. И сразу же увидите тропинку, которая уходит на Печенский залив, к месту ловли селёдки. Чтобы уж совсем облегчить вам ситуацию, оставляю геопозицию Яндекс.Навигатора в описании. Под этим видео точно не промажетесь. Дорога от Североморска до места, где мы выходим на лёд, заняла нас 2 часа 50 минут. Приехали на место мы в 10 часов 20 минут. Быстренько собрали вещи, переоделись и бегом отправились на лёд. Так, ну вот мы и доехали до места. Всё очень просто. Проехали спутник, поворачиваем на Ленахамаре. И возле знака 60 километров, здесь уже куча машин, оба, народ собирается, съезжается. И получается, знак 60 километров перед знаком, не доезжая КПП, спуск на воду. Народ уже сидит. Вот, двигаемся мы, посмотрим. Селёдка, говорят, прёт полным ходом. Так что, думаю, нам повезёт. Всё очень просто. Тропа довольно пробитая, уходит по диагонали, накатанная. И буквально на середине, там уже толпа народа сидят. Хотя будни, понедельник, ну, народу хватает. Селёдочка, вперёд. Сейчас ностальгия такая. Похожа, как будто на Сахалине, как мы шли ловить зубаря. Но тогда ничего не поймали, когда ездили с семьёй на Сахалине. Ну, надеюсь, здесь будет рыбалка не как на Сахалине. И море неохотское, залив Баренцево. Но тоже такая красотища. С погодкой повезло. Ветра нет. На улице минус 11 градусов. Ясно. Думаю, будет клёво. Красота. В общем, сидят все в разных местах. Не знаю пока, куда мы присядем. Но, наверное, традиционно там, где больше людей, туда и идём. В гуще событий, так сказать. Ну, народу прилично хватает. Интересно, народ сидит везде, разбрёлся. То есть, скучковался здесь. Ну, подальше вглубь губы ушёл. Там ближе к выходу. И, в принципе, по всему заливчику разбрёлся кто куда. Ну, основная кучка здесь сгруппировалась. Прикольно дубасят. Повторяю, значит. Будем ловить вот на такие вот китайские. Китайские покупные. Подлёсочки, карабинчики. Да, сейчас возьму. Вот. Я ещё привёз сахалина на колюшку. На зубаря, которую брали. Там ссылка в описании будет. Можете посмотреть. Хорошо прогулялись с семьёй по Тихому океану. Вот. Ещё вот такие вот самодельные связал. Просто люрекс примотал на голый крючок. Собственно говоря. И удочки. Вот я взял такую. У Сани там побольше. Это метра полтора. Ну, я взял с обычной катушкой без нарционкой. Глубина вроде до 30 метров, сказали. Сейчас посмотрим, сколько глубина. Непонятно. Вот. Поэтому без заморочек. Сейчас ставлю вот такие вот под блёсточком. С таким под блёсточком маленьким. И с моргалочки собираю снасть. Поглядим, что из этого получится. Глубоковато, как бы. Так. Ну, короче, вот как-то так. Всё. Собрано. Там уже по ходу пьесы будет видно, что у кого будем пробовать. Что, лёд, сколько толщина? Ну, вот так вот. Сантиметров 20. Нормально. Лёд сантиметров 20. Порощение куда-то. Ну, что, готовы. Идём пробовать. Саня уже начал. Ну, что, песть? Ну, до первой рыбки. Ну, до первой рыбки. Ну, до первой рыбки. Первая рыбка есть. Еще одна сидит. Да и не одна может быть. Тяжело. Что там сел? Надо это выкачивать. Слушай, ого. Слушай, ну это не такая. Прикольнее что-то. Может несколько? Прям тяжело аж крутить, слушай. Вот это селётина. Вот это да. Вот это да. Вот это рыба. Вот это уже размер. Вот это уже размер рыбки. Это уже хорошая. Такая красавица. Слушай, а села так прям тяжело-то. О, там еще, е-мое. Три. Она взлетела. Подошла? Слушай, целый косяк. Там еще, е-мое, еще. Это капут, короче. Саня, не время чай пить. Родина в опасности. Офигеть. Слушай, и все это прицепилось на падение. Все на падение села. Причем за бошки, за все что угодно. Блин, вот это косяк. Прикольно. Один заброс бабах тут сразу. Столько ее. Так, все. Я погружаюсь. Слушай, то есть она не со дна была. Пока она у меня упала до дна, у меня уже, короче, села. Вот эта стая. Слушай, хорошая селёдка. Офигеть. Похоже, наверное, волшка. Вообще, такая красивая. Такая серебристая. Короче, вот так вот через косяк прошла, пока падала на падение. Вот такая вот селёдочка. Сразу четыре штуки. Одна слетела уже в лунке. Такая вот красота. Первая маленькая. Блин, какой-то прям удар, да? Да, да прям, короче, аж тяжело было мотать. Я себя чувствую. То есть, блин, надо было тряпку взять, руки хоть вытирать. Вот я просто посидел, беру. А, вот эту? О, крутя. В общем, по характерному звуку такое гудение. В общем, тут даже на электрокатушку ловят. 30 метров неохота поднимать. Ну, в общем, китайская оснастка гирлянда вполне себе чудесно работает. Я уж не знаю, там подлёски, не подлёски, но стоит маленький подлёсочек. А так вообще гирлянда. То есть, на падение поднял, опускал вновь на падение. Сразу вот четыре хвоста зацепилось почему-то. Тянуть даже тяжело было. Вот. Сейчас вроде как... О! 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 Еще что-то стайка была. Опять все-таки прохватики такие. Ага. По-моему, еще есть. Вот она учителя есть. Да, прямо, видишь, она прямо вот дергает. Смотри, видишь, смотри. Удочка аж ходит, видишь, смотри. Смотри, тянет, тянет. Видишь, как? Так, поднимаем. Да, тоже поднимается, уже тяжелее. Не, ну, нарус электрокатушкой, конечно, вообще. То есть, бра-а-а, с аккумулятором это... Да, ну, катушечка нужна какая-то, блин. Помощней. Какая-то за 600 рублей, действительно, говно какое-то. Даже выматывать, не знаю. Тяжеловато. Опа. Опа. О, и молочевка пошла. Ну, такая, миленькая. Ну, ладно. Вообще, на Сахалине даже бородки снимают, ну, загибают на крючках, чтоб не париться, потом отцеплять. Да. Поэтому есть смысл эти бородки позагибать. Ага, отцепил. Опа. Покрупней. Слушай, можете перебуриться ко мне поближе. Ха-ха-ха. Вот, еще одна. Пока Саня там халявничает, мы тут делом заняты. Селедочный промысел. Опа. Поехали. Погружаемся. Пускай на дна потом начинаю помаленечку приподнимать. Примерно где-то, знаешь, на метр, на полтора от дна, вот последние поклевки. На метр где-то вот так. Ах, да хотел расслабиться. Не тут-то было. Пора доставать. Ах, да хотел расслабиться. Не тут-то было. Пора доставать. Одна небольшая и еще одна еще поменьше. Блин, ну куда без пикши-то? Без пикши вообще никак. Так, что там еще? А, там груз. Больше ничего нет. Все, поехали. Так. Да, сидела хорошая. Сошла. Сама большая рыба, так всегда. Да, ну хорошая селедка, килограмм на полтора. Селедка. Небольшая. Забагрил. Ну за глаз. Клев сумасшедший, долбит одна за одной вообще. Только опускаешь сразу или на всех крючках, или одна, или поменьше. Вот буквально мы ловим минут 10-15 уже такая кучка. Есть такие хорошие селедины, а вообще неплохие. Вот эта рыбалка кайф, одна за одной. Мечта. О, нифига себе. Короче, ты тоже не паришься, отрывай еще. Еще одна пикшина, типа пикшина. У тебя какая-то пикшевая там блесна на конце. Не, если крупная селедка садится, сразу чувствуется такой, тяжесть такая. Вот если мелкая, то вот такая вот мелкая, опа, опа, тоже пикшина. Опа, вот такая вот ерунда. Короче, бородки надо загибать, наверное. Зачем? Ну, уже весело, рыб поклевываешь. Что не сидит? Не сидит. Блин! А-а-а! Опять пикша! А-а-а! Пикша, где селедка? А-а-а! Говори, где селедка? Охрен ее отцы. Пикша более скользкая, чем селедка. Кроме селедки здесь еще вот такие экземплярчики ловятся. Что, камбала? Ёрш. Ёрш, по-моему, да? Да. А-а-а! Ёрш вяленый будет! Офигенно! Да, слушай, ну у тебя прям пунда уловистая, а! Такая красотища! Тянет, тянет, говорит, что-то нормальное тяну, вытянул. Ну да, самый крупный улов за сегодня. Вяленый будет! Нормально, нормально, ёршик такой, симпатяга. О! Или несколько села, или что-то покрупнее. Так. Селедочка. Одна. Опа! Слушай, стайка подошла. Вторая. Опа! За глаз. Третья. И на дне, как всегда, пикшены. Опа! Четвертая. Такие дела. Вот так вот и дубасим. Такие дела. Вот так вот и дубасим. Не понимаю. Мы с Тамарой ходим парой. Вот так вот. Селедка пикша, селедка пикша. И пикша вся такая. Не знаю. На живца. На живца. Может, сейчас наоборот, на кривитос. Начнёт там. А, что-то нету нифига. У тебя есть просто голые крючки. У меня там чепуха какая-то висит. Да и ничто не нужно. Эх! Не сходи. Да, сволочь. Такая. Ладно, иди сюда. Хорошо, давай. Не хочешь сама? Давай я тебя сниму. Пугаешь мне селедку только. Нормально? В общем, такая вот селедочка. Глубина метров тридцать. Метров тридцать где-то. Они их набежут. Без инерционочку. Цепляется там. Залён. Сейчас покажу, какая рыба. Думал селедка, а здесь три пикшена. Видно? Раз, два, три. Такие дела. Всем хорошей рыбалки. Ребята. Что ты издеваешься над ней? Хе-хе-хе-хе. Футбол какой-то уже играешь. Фигачат здесь на всём. И пешком, и с волокушами, и на собаках. Вон, теперь с той стороны на снегоходах. Фигачат. 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 Вот такие вот дела. Фигачат. Что, Сань, клюет? Мелко. так время 1453 клёва особого нет прошелся по народу у людей так у всех примерно одинаково небольшие кучки то есть в 10 20 приехали в принципе там долбило нормально может стоит пораньше приезжать вот а сейчас такое затишь не знаю до вечера будем сидеть не до вечера ну часик еще посидим половим там видно будет пока что как-то клевать перестала поэтому если приезжает то нужно приезжать думаю пораньше с рассветом чтобы начинать рыбачить мне кажется это будет результативней вот но мы пока продолжаем ловить ждем авось начнет клевать и дела 1430 пока клюва нет 1 пикша мелкая садится продолжаем и так время 1540 в общем весь клюв был скажем так где-то до 11 наверно закончился и потом все меньше меньше по рыбке по рыбке там поклевала поклевала по одной одно вообще пикша стала клевать но в целом отловились хорошо удачника вот такая вот кучка рыбы у нас вот такая вот куча рыбы даже попалась кто этот этот самый не камбал а ёрш попался так что считаю рыбалку удачной есть смысл приезжать приезжать пораньше отловились кайфово ну вот можно ехать там уже добираться очень просто и дайте недалеко никаких не пропусков ничего не надо приехали машинку поставили ножками протопали здесь буквально 15-20 минут и вы на месте поэтому всем не хвоста не чешуи вот всем удачи хороших рыбалок приезжайте на селедку пока и Субтитры создавал DimaTorzok